Можно ли молиться за самоубийц? Какие при этом будут последствия? Мне сказались, ссылая на прозрительного батюшка, что если будешь молиться, то могут начаться большие скушения. Так как бесы, которые держат самоубийц в воду, для того, чтобы удержать его там, начнут тебе мстить, посылать различные скорби. Также посоветовали, что нельзя молиться за неверующего и ведущего недостойную жизнь. Так как у него могут начаться большие скушения, скорби и болезни, которые по твоим молитвам Бог будет послать для того, чтобы поставить его на праведный путь. Хорошо. Это ужасно! Это не батюшка, это язычник. Бог есть любовь! Вы скажите матери, у которой ребёнок заболел смертельной болезнью, что ты о нём заботишься? Что ты заботишься? Он всё равно помрёт! Выброси его! А о ком мать заботится больше? Чем тяжелее ребёнок болеет, тем больше заботы о нём. Здоровый отмокнётся – отойди! Отойди! Быстрее надо вот о ком заботиться – о больном ребёнке. А здесь, пожалуйста, о какую секту нам предлагают. Да, только о своих, только о хорошеньких. И всё! Самоубийство – тяжкий грех. И значит, личность-то не исчезает же, не забудьте! И у матери вдруг сын или дочка кончили самоубийством, и вы теперь что? Ну и как хочешь! Кто так может сказать? Что значит – не молись? Это кто может сказать? Что за жестокость такая? Это прямо возмутительно! Нужно молиться, а не можно! И за самоубийцу надо молиться ещё больше, чем о ком-либо ещё другом! Потому что человек находится в страшной, смертельной, в смертельном состоянии находится! Повторяю, кому мы больше помогаем? На кого больше обращаем внимание? О ком больше заботимся? О тяжело больном! Тяжело страдающим! А здесь друг! Вдруг! Всё! Безобразие какое! Насчёт бесов! Простите, но это батюшка охвачен этим бесами, когда он говорит так, потому что любви нет! Где нет любви, там нет Бога! Это надо запомнить! Запомните! Никто, никакой бес не может коснуться души человеческой без воли Божьей! Воля Божья всегда что есть? Любовь к человеку! И когда мы молимся с любовью, о ком бы то ни было, и особо видится, в том числе, мы исполняем волю самого Бога, и тогда никакой бес не может прикоснуться к нам! А вот когда мы вот так начнём, то на нас не бес, а десятки и сотни бесов обрушится, потому что мы исполняем волю Его! Не молись! Вы знаете, я когда слышу такие вещи, я просто не могу! Уничтожение христианства под корень! Нельзя забывать, что Бог есть любовь! И это основной закон, в чём суть, вся суть христианства – любовь! Это не Аллах, который может это наказать и наградить, а это любовь, которая дождит на праведных и неправедных! И такие вещи, говорят, не стесняются! Это какое-то безумие, какое-то помрачение просто! Вот вам, ради Бога, если о ком говорят прозорливый-прозорливый, будьте крайне осторожны! Очень осторожны будьте, потому что это молва подчас народная, просто я не знаю, о чём говорит. Беда нашего народа в чём состоит? Что ищем не святости, а прозорливости! Не святости, а чудотворцев! И поэтому попадаем и на колдунов, и на экстрасенсов, и вот на таких, простите меня, батюшек, которые несут в высшей степени прям дьявольскую мысль – не молиться! Ай-яй-яй! Чем больнее человек, тем больше требует молитвы! Неужели это непонятно? Конечно! Так именно надо! Уже как молиться? Это вопрос другой, естественно! Как? Сама там мать, отец или друзья просят других тоже помолиться, просят того же священника помолиться! Нельзя по правилам церкви там подавать на проскомидию, верно! Это введены церковью эти ограничения, по какой причине? С тем, чтобы не дать повода слабым людям кончить жизнь самоубийством! Есть такие слабые люди, чуть-чуть, и они уже готовы в пеклю лезть, чтобы знай, за тебя молиться не будут! Это же установлено правило в воспитательных целях! Это правило! А заповедь – молиться! Непременно! Нечего и эти выдумки эти о том, что бес и бесы! Никакой бес не подступит туда, где есть истинная и искренняя любовь! Потому что любовь есть Бог! Субтитры подогнали Симон!